Везде машины и среди деревьев. В кусты у вас ставят? Да, везде наставят. Машины возле общежития на Горвале стоят не только на парковке, но и прямо на дороге. На территории студенческого городка расположились сразу четыре здания. И стояночных мест всем автомобилистам катастрофически не хватает. Расширить бы парковку, а еще асфальт положить, мечтают ребята. Хотим заасфальтировать дорогу рядом с общежитием, потому что весной и осенью там просто невозможно пройти, огромные лужи. Также мы хотим создать какие-то места для отдыха, то есть это зеленые зоны. О своих планах активисты еще год назад рассказали главе города. Тогда Евгений Шулепов ребят поддержал и обещал помочь. От студентов только требовался четкий план действий. Когда вы планируете сделать, когда цветники, деревья, ну и так далее, потому что вы перечислили. А я со своей стороны послажу, как помочь вам с асфальтированием. То есть увижу, что это то, что вы проговорили, реально, мы вам сделаем асфальт, как вообще. Вот как вы считаете, нужен такой маленький проект. Тогда активисты провели мониторинг пожеланий, собрали инициативную группу, сделали некоторые наметки. Но полноценный проект составить так и не успели. Благоустроивать территорию все же начали своими силами. Разбили в студенческом городке огромный цветник, так называемую аллею дружбы, которая победила в проекте «Зеленый город». Однако все задуманное пока не воплотили. Сейчас в рамках проекта 100 помощников главы к работе присоединились специалисты, которые помогут создать проект на бумаге. К сожалению, нам не хватило немножко сил для оформления непосредственно полного проекта. И в этом году как раз преемственность состоялась. И в этом году вновь две инициативные студентки из политеха пришли к нам, готовы нам помочь. К работе уже подключились десятки активистов студенческого городка. Работа кипит, а значит, вскоре проект будет представлен главе. Кроме того, ребята надеются, что администрации вузов тоже не пройдут стороной и примут участие в благоустройстве в территории студенческих общежитий. Алена Шипилова, Новости Вологды.